Здравствуйте гости и подписчики нашего канала! Сегодня мы поговорим о том, как правильно ухаживать за животными в послеоперационный период. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Строго придерживайтесь рекомендаций врача, который делал вам операцию вашему питомцу. В каждом конкретном случае уход за собакой или кошкой может разниться, поэтому не исключено, что вашему домашнему любимцу может назначена, например, особая диета. Хирургические вмешательства, они проводятся под общим наркозом, но всегда есть риск при введении животного в наркоз. Чтобы минимизировать риск перед введением операции, врач полностью обследует животное, особенно обращая внимание на состояние сердца, легких у животного. Дополнительно можно назначить общий анализ крови. Чтобы проверить состояние почек и печени, также может назначаться биохимический анализ. Следует помнить, что анестезия должна проводиться на голодных желудок. Это снижает опасность рвоты во время наркоза. Для успешного выздоровления требуется правильный уход до и после операции. Даже если ваш питомец будет выглядеть полностью здоровым, не спешите возвращать его к привычному и удобному для вас образу жизни, так как это может привести к осложнению. Если врач прописал 2 недели постельного режима, то это значит, что этих рекомендаций нужно строго придерживаться, даже если вам так неудобно или кажется, что любимиц уже здоров. Во время транспортировки животного из больницы домой, животное либо еще находится под наркозом, либо медленно из него выходит. Вы должны позаботиться о том, чтобы животное находилось в горизонтальном положении, лежа на боку, а его голова была немного опущена ниже уровня тела. Первые сутки после сложной операции питомца лучше не выгуливать, чтобы лишний раз его не тревожить. Тем более в это время она вряд ли захочет в туалет или гулять, так как до и после операции животное не ест. Выводите питомца на улицу только если он попросит, и делайте это крайне аккуратно. Для восстановления после операции питомцу нужно покой и минимум физических нагрузок, но это не значит, что на улицу питомец вообще не должен выходить. Можно, но всего на 5 минут. Устраивайте ему более продолжительные прогулки, но не заставляйте бегать и прыгать. Выводите своего любимца на улицу ненадолго, но почаще. Учтите, что если во время реабилитации вы даете питомцу лекарство с мочегонным эффектом, то его нужно будет выгуливать понемножку, но 4-5 раз в день. После операции у животного могут происходить непроизвольные мочеиспускания. Не волнуйтесь, после наркоза это нормальное явление. И, конечно, не ругайте питомца за это. Если у вас есть маленькие дети, не забудьте предупредить их, что собачку или котика нельзя трогать или тормошить для игр. Чтобы обезопасить от травм и стрессов питомца и детей, лучше попросите маленьких непоседаний тревожить животное хотя бы 2 недели после операции. Если на лапке установлен катетер, то поддерживайте его и также проверяйте защитную повязку, чтобы она всегда находилась в чистоте. Старайтесь почаще делать дома уборку. Придерживайтесь рекомендаций по поводу кормления, которые даст вам ветеринарный врач. В течение нескольких часов после операции собаку нельзя кормить и поить. Также это касается любых других животных. Это особенно важно, если хирургическое вмешательство было на брюшной полости или животное принесло сложный наркоз. Потом нужно будет давать пищу совсем маленькими порциями и часто, где-то 3-4 раза в день. Кроме того, еда должна быть свежей, легкой и желательно жидкой. Если вы даете питомцу сухой корм, то можно его размочить в теплой воде, чтобы ему не пришлось жевать, а также, чтобы облегчить процесс пищеварения. Можно использовать специальные консервы, но лучше, если они будут диетическими. В первые дни после операции количество потребляемой жидкости лучше немного ограничить. Регулярно меняйте воду. Если животное не может самостоятельно встать, то аккуратно можно его поить со шприцом без иголки. К правильному рациону собака возвращается постепенно в течение недели к лечебной пище. Подмешивайте немного обычного корма и с каждым кормлением увеличивайте порцию привычной еды. Ни в коем случае не давайте животному какие-то незнакомые препараты без ведома врача, так как они могут быть несовместимы с теми препаратами, которые вы использовали для восстановления здоровья питомца. Чтобы животное не разлизывало швы, на нее нужно надеть специальную попону или воротник. После операционной швы нужно 1 раза в день обрабатывать антисептиком, например, хлоргексидидом. Если животному назначены какие-то препараты, то их нужно давать строго по инструкции. При нарушении графика лечения может оказаться лечение неэффективным и вам придется его снова повторять. Следите, чтобы в экспериментах животного не было примесей крови. Интенсивное кровотечение из операционной раны, воспаленного вида шова или неприятный запах с раны также признаки того, что животное не идет на поправку, поэтому лучше сразу обратиться к врачу. Проявляйте заботу вашему питомцу и он быстрее пойдет на поправку. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Продолжение следует... Продолжение следует...